Но это быстрым шагом и без снега. Хорошая из современного асфальта. Детских садов, школ, остановок общественного транспорта здесь нет. Каждый должен заниматься своим делом. Уже проклинают застройщика продуктом. Не очень будет приятно жильцам. Придет застройщик одну и на всю жизнь. Лютый эконом. Это просто маркетинг. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Новый жилой район общей площадью в 175 гектар построен на месте бывшего Ржевского аэродрома. ЛЦР Ржевский парк. Так назвал застройщик свой проект. Застройщик приобрел эти земли еще в 2014 году. А уже в 2015 году Городостроительный совет Ленинградской области одобрил разработанную застройщиком концепцию. На сегодняшний день я лично считаю, что разработанная концепция давно устарела. По концепции застройщика, к 2025 году здесь должны возвести 1 миллион квадратных метров жилья. В конце февраля 2018 года застройщик получил разрешение на строительство зданий. В состав первой очереди войдут 8 домов высотой от 11 до 16 этажей. Согласно проектных деклараций застройщика, первую очередь зданий сдадут в 4 квартале 2024 года. Передача ключей состоится до 30 сентября 2025 года. Но полагаю, это, наверное, нужно для того, чтобы достроить сданные дома. Так как если они сданы и соответствуют 100% проекта, для чего тогда ждать передачи ключей почти целый год? К моменту передачи ключей первой очереди строительства застройщик обещает построить детский сад и школу. Но проектных деклараций не на школу, не на детский сад я не нашел. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Квартиры будут передаваться с чистовой отделкой. Линолеум на полу и высота потолка в 2,5 метра. Все. Дальше про отделку я просто молчу. Согласно данной квартирографии, студии и однокомнатные квартиры займут почти 83% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры зайдут 9%, а трехкомнатные квартиры 8%. Квартирография – это показатель будущего качества жилья. Чем больше студий и однокомнатных квартир, тем больше их сдают в аренду и продают. Тем меньше знакомых лиц и больше незнакомых лиц. И разный контингент жителей в комплексе. В первой очереди строительства будут продавать и сдавать в аренду почти 83% квартир от общего жилого фонда. Я считаю, это очень высокий показатель. Первой очереди из 8 домов будет 2408 квартир и 132 машиноместа на открытой парковке. Это официальные данные из проектных деклараций застройщика. Застройщик обещает многоэтажные парковки, но проектных деклараций на них, как и на школу и детский сад, я не нашел. Если вы нашли проектные декларации, дайте, пожалуйста, знать об этом, друзья. Лично я знаю, и будучи на проектах от застройщика, высокого уровня благоустройства и качества жилья ожидать не буду. Ну вы поняли, да, что это? Я думал, что ж такое здесь запах. ЛСР, контролируйте своих рабочих. Ржевский аэродром расположен в поселке Ковалево, в 20 километрах от центра города. Детских садов, школ, остановок общественного транспорта здесь нет. Но зато рядом знаменитое Ковалевское кладбище. Вот он, главный въезд на стройплощадку. Все под охраной, зона ожидания. Ездят туда-сюда большие грузы с железобетонными изделиями. Как всегда, у каждого объекта должен быть паспорт объекта, и этот объект не исключение. Обращаем внимание, начало строительства 2018 год, а окончание 4 квартал 29 года. То есть в 24-м году, когда они сдадут ключи, вернее в 25-м, когда они сдадут в конце осени ключи первым жителям, то им еще будет в этом жить 4 года. То есть 4 года жители будут жить на стройке. Сейчас все это выглядит вот так. Вот здесь начинается взлетная полоса и идет туда дальше. Строить начинает пока в первую очередь вот здесь. Вбивают сваи, это прекрасно слышно. Огораживают территорию. На стройплощадке смотреть особо нечего. Давайте просто полетаем и взглянем с высоты. Мы с вами видим свайные поля, машины, которые забивают эти сваи. И здесь в принципе больше ничего интересного нет. Вокруг лес и частный сектор. Въезд на стройплощадку застройщика. Вот он выезд. Один и второй. Впереди виднеется частный сектор. Сейчас мы с вами, друзья, пройдем, посмотрим, что здесь рядом. Все это я вам показываю для того, чтобы вы думали перед тем, как принимаете решение. Всегда нужно смотреть объекты, как говорится, лицом. Потому что веселые картинки от застройщиков – это одна сторона, а вживую совсем другая. Вы сами не понаслышке знаете, как часто застройщики рисуют красоту. А на деле получается, что всего этого нет. Это просто маркетинг. Здесь мы с вами видим рекламу застройщика «Ржевский парк», новый проект «Комфорт-класса». Друзья, ну, я считаю, что это лютый эконом. Первое время, когда первые жители сюда заселятся без автомобиля, здесь я даже не знаю, что делать. Как вообще отсюда добираться? Если здесь нет машины, здесь, конечно, можно дойти пешком до станции Ковалева. Мы до нее с вами дойдем. К ней идти минимум 10 минут быстрым шагом. Благо, дорога вот такая хорошая из современного асфальта. Друзья, нужно всегда внимательно думать перед тем, как вы выбираете и приобретаете объект. Потому что это не какой-либо дешевый продукт, который, если вам не понравился, вы взяли и выкинули. Это все-таки жилье, и у многих оно одно и на всю жизнь. Впереди мы с вами видим обычный деревенский дом. И здесь таких зданий было достаточное количество. В наши дни здесь у многих уже есть красивые коттеджи. И люди, конечно, не ожидали, что через какое-то время придет застройщик, выкупит аэродром, и на нем будет возводить многоэтажное жилье. Частный сектор, здесь у людей огород. И вот мы видим, где уже начинается, тут буквально, наверное, метров 150 забивают сваи и скоро вырастут дома. Но, естественно, жить среди высоток, считаю, не очень будет приятно жильцам частного сектора. Была обычная деревушка, а станет массовым продуктом. Сейчас здесь, конечно, хорошо. Достаточно тихо, огромное количество зелени, у людей свои огороды. И вот уже вот там скоро появятся первые высотки. Тишину и покой частного сектора развеял звук забивания сваи. Не удивлюсь, что жители частного сектора уже проклинают застройщика. Когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Если нужно поменять колеса у автомобиля, мы куда едем? На шиномонтаж. Каждый должен заниматься своим делом и быть в этом деле специалистом. Нужна помощь с недвижимостью. Продать либо купить. Обращайтесь. Вот так выглядит терминал на сегодняшний день. Когда-то здесь летали самолеты. Но сейчас, как мы с вами видим, все давно заброшено. Да, видно, что двери здесь очень давно не открывались. Смотрите. Да и тут внутри ничего не видно. Зато есть производство футраков. Время 16 часов 8 минут и засекаем, за сколько мы пешком дойдем от будущего жилого комплекса в Ковалево до железнодорожной ближайшей станции Ковалева. Погнали! 16 часов 19 минут. 11 минут и я уже здесь. Но это быстрым шагом и без снега. Так выглядит, друзья, эта станция. Из плюсов, конечно, что хотя бы есть одна такая штука, где можно спрятаться от дождя. Так как это просто обычная станция, соответственно, здесь ходит обычная электричка. К примеру, в том же Всеволожске есть «Ласточка». В ней есть кондиционер, отопление, современные стеклопакеты, есть даже туалет. Достаточно комфортно и быстро можно доехать до Санкт-Петербурга. Но электрички, они как и 20 лет электрички. Периодически снимая новостройки в разных районах нашего города и области, я на асфальтовом покрытии вижу надписи об отдыхе. Здесь тоже есть надписи. Давайте вместе посмотрим. Но они совсем другого значения. И каждый день, ездя на электричке в город и к себе домой, вы будете видеть пластиковые цветы. На этой оптимистической ноте я и закончу свой выпуск. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА